Друзья, всем привет! Сегодня я приехал в гости к основателю компании, компании Турков по рекуперации, Олег Турков. Олег, добрый день! Здорово! Хочу сегодня с ним поговорить на тему вентиляции. Тема очень интересная. Наконец-то в России, я считаю, что она начала набирать интерес. Многие люди стали задумываться о вентиляции. Это видно и по нам. Да, у нас раньше мы вентиляцией не занимались. В том году мы начали заниматься вентиляцией, устанавливать принудительную адаптивную систему. Сейчас хотим в свой ассортимент включить еще рекуперацию. Вот хочу начать с простых вопросов. Подготовил список вопросов и сейчас буду задавать их Олегу. Олег, подскажите, что такое вообще вентиляция? Нужна ли она, не нужна? Или это баловство? Многие, особенно когда я начинался строить дом, на обучение по газобетону, например, или по теплой керамике, и там люди говорили о том, что материалы дышат, имеют паропроницаемость. Я думаю, многие с этим, особенно те, у кого деревянные дома, думают, что если дом дышит, значит и вентиляция не нужна. Ваше мнение о том, что это не поводит? Ну, смотри, во-первых, то, что ты говоришь дышит, это есть такое понятие, как инфильтрация дома. То есть воздухопроницаемость дома, и это действительно так. В деревянных домах раньше, да и сейчас, качество строительства деревянных домов, оно крайне низкое. Оно крайне низкое не из-за того, что там у кого-то руки кривые, а из-за того, что дерево, оно постоянно играет, и там щели появляются, из-за этого воздухопроницаемость в доме высокая. То есть дом деревянный не герметичный, да? Он не герметичный, да. Ну, как бы это правда. Вот, причем это, ну, как бы не пустые слова, есть такое устройство, как аэродверь. Вот, с помощью него проверяется герметичность домов, и, ну, я скажу так, процентов 99 деревянных домов не проходит. Вы сейчас делаете, да, производите аэродверь? Да, да, мы это делаем, но мы еще пока не анонсировали этот продукт, но, да, он скоро уходит. Даже клееный брус? Да, даже клееный брус. Клееный, неважно какой. Вот, а если говорить про дерево, которое держит, ну, хорошая оболочка получается, то это каркасная дама. Каркасники, да, они нормально работают. Либо нужно весь клееный брус, обивать пленкой, утеплять. Изнутри или к герметикам, да, проходить? Ну, я не уверен, что ты сможешь к герметикам пройти весь дом. А там, где ты пройдешь, он тебе все равно разойдется рано или поздно. Вот, поэтому вентиляция в таких домах, она, ну, скажем так, принудительная. Наверное, это некий, ну, не знаю, в общем, излишек будет. Но иногда делают в деревянных домах. А вообще, если мы говорим про каменные дома, там, железобетонные, газобетонные и так далее, да, каркасные дома, то такие дома сейчас качественно строятся и в них нужна, естественно, вентиляция. Потому что и сами материалы стали высококачественные, и работы стали значительно лучше производиться, то есть строительство само ведется значительно лучше. Вот, и актуальность вентиляции, она, конечно, сейчас появилась. То есть, так, как было раньше, уже не работает. Уже не будет, да? Ну, раньше были деревянные окна, деревянные двери, там, все это дуло изо всех щелей, поэтому такой актуальности не было. Ну, если в двух словах, вот, рекуператор, это вообще что такое? Какие они бывают там? Ну, рекуператор, это устройство, которое позволяет экономить на отопление дома. Так как, вообще, вентиляция с точки зрения отопления в доме занимает 50% мощности. То есть, если берется котел, то потеря от оболочки – это 50%, а потеря на вентиляцию – это еще 50%. То есть, вот, все проектировщики, кто рассчитывает котлы, они учитывают эффект вентиляции или инфильтрации при расчете системы отопления. Вот, поэтому, когда вы платите за отопление, вот, ровно там 50% у вас вентиляция отъедает. Для того, чтобы вентиляция не отъедала столько тепла, потому что вентиляция – это очень энергозатратная история. Вот, так же, как и увлажнение, так же, как и осушение воздуха. Вот эти физические процессы отнимают много энергии. Вот, и рекуператор, он позволяет на сегодняшний день стабильно возвращать 80% тепловой мощности обратно в дом. То есть, мы за счет вытяжного тепла, вытяжного воздуха, мы это тепло отбираем, 80% передаем в приток и догреваем вот эти 20% за счет там газа, электричества и так далее. Я видел ролик у вас на ютубе по поводу рентабельности, рентабельности рекуператора. То есть, вообще, постановка вот этого самого слова рентабельность, она правильная или нет? Да нет, конечно. То есть, люди думают, что если, грубо говоря, они там миллион вложили на вентиляцию, то на отопление они потом должны как-то это компенсировать? Да нет, слушайте, вентиляция – это не какая-то модная история. Вентиляция была всегда, мы уже про это говорили, что раньше вентиляция просто, она не требовалась, потому что дома дырявые были и ресурсы, которые нам давало государство, они были дешевые. Сейчас ресурсы дорожают. А с учетом качества строительства дома становятся как термосы, и в них вентиляцию необходимо делать. И эта вентиляция – это качество жизни, это не рентабельность. Это, понимаешь, какая рентабельность у системы отопления, у канализации, у электричества. Это всего лишь тот уровень комфорта, который мы себе создаем. То есть это, грубо говоря, система, которая позволяет экономить на затратах отопления до 80%. Да, да, да. При этом, получая качественный воздухообмен, сколько PPM может дать рекуператор? Рекуператор нисколько не может дать PPM. Содержание концентрации CO2 организовывается воздухообменом. То есть, если мы хотим получить высокое качество воздуха в комнате, например, в спальне, два человека, муж, жена, то мы рекомендуем брать минимум 60 кубов на человека. Тогда получается действительно поддержание. То есть на эту комнату надо 120 кубов? 120 кубов, да. Тогда концентрация CO2 будет там 400-600, ну вот этих PPM, да, условно. А если взять там 40-30 кубов, там у европейцев у них 30 кубов, то это будет поддержание вот этого PPM там в районе 800-900 концентрации CO2. И это, опять же, это про качество, качество жизни. Если мы хотим жить по таким стандартам, мы так рассчитываем, по таким так. То есть это то же самое, как у нас в СНИПах есть норма по отоплению, да. Ну температура в доме там 23 градуса, там 23-25, ну условно. А в Европе, например, 18-20. Вот в каких комфортнее условиях жить, да, там. Ну я себе только отопление сделал, у меня в зале 24 градуса, а в спальне я себе сделал 21-25. Ну, спать вот более комфортно 21-25. Да, 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 согласен, согласен. А в зале, где бегают дети, детям я тоже делал 21-25. Ладно, хорошо. Пусть тоже. У меня трое детей, но самое маленькое 3 года сейчас будет, в феврале. Да, она там еще не понимает, какой ей комфорт. Сын тоже не понимаю, а дочка 18 лет, она ей вообще 20-25. 20 этих 100 градусов. Мы с женой сделали 21. Для нас, грубо говоря, самый комфортный 21 градус. Не, ну я согласен, спать приятнее, да, более прохладно. А все остальное у меня везде стоит 24. Все ванны, там, гостиная 24 градуса. Еще такой миф, вопрос по поводу труб. То есть, грубо говоря, через рекуператор у вас чистый воздух попадает в помещение, и не скапливается ли там пыль какая-то, грязь, бактерии, может быть, какие-то попадают потом в помещение, и ты всем этим дышишь. Нет, не скапливается, но этот миф, да, он, безусловно, такой есть. И он к нам пришел как раз из старых систем вентиляции. Эта система вентиляция естественной. То есть, когда есть некий стояк, уходящий на крышу, и, значит, вот эта вот система вентиляции работает. Естественно, вентиляция, она работает в зависимости от перепада температур, давления, температур. То есть, и в этом канале, а раньше каналы делали иногда не из труб, а из кирпича, то есть, кладку просто клали. И из-за того, что скорость в этих каналах крайне низкая, там на стенках могли нарастать хлопья, пыли. А в принудительной вентиляции таких эффектов нету по двум причинам. Во-первых, потому что скорость внутри канала достаточно высокая, чтобы цепляться за сам воздуховод внутри. И плюс каналы делаются либо из металла, либо из пластика. Специальный металл должен быть? Нет, нет, это обычный оцинкованный металл. Оцинкованный металл. То есть, для всяких медицинских учреждений делают из нержавейки. Или для общепита. А так в целом, собственно, и поэтому налипание вот этой грязи внутри каналов, и они происходят. То есть, да, безусловно, там на поверхности может быть тонкий слой пыли, но вот как, не знаю, как везде сейчас на столе провести, там белой перчаткой. Ну вот, внутри будет то же самое, да. За всю свою, я просто занимаюсь этим 22 года, я за всю свою практику не чистил ни одного воздуховода в коттеджах, в домах, в квартирах, вот нигде этой проблематики нету. То есть, чистить не надо? Его вообще не нужно чистить. Единственное, где мы чистили, это рестораны, вытяжки над плитами, где идет постоянная жарка, парка, и вот эти вот пары с жирами, вот они, да, оседают внутри каналов. Ну, я слышал о том, что в Европе, типа, когда делают рекуператоры, вот эти вот воздуховоды, оставляют даже какие-то рючки, специальные грузчики, там начинают плитить все. Есть такая, но это там, где требуется. Вот на ресторанах, безусловно, это требуется. Для каких-то медицинских учреждений, там есть целые регламенты, которые, ну, это нужно производить. Нужно это, не нужно, просто есть регламент, это надо делать. Ну, вот, в бытовом применении это не нужно делать. Ну, вот, поэтому, ну, я, знаешь, как это, вот, интернет же, если бы он был, это была проблематика, весь интернет был бы усеян, эта информация, и это как-то афишировалось, показывалось, вот. Но, кроме слуха, больше, как бы, тут больше ничего и нет. Я понял. Да. С этим вопросом понятно. Вопрос следующий. Нужно ли проектировать систему вентиляции, или можно без проекта, как у нас многие любят все без проекта делать? Ну, знаешь как, на самом деле, у меня есть мнение следующее. Проект, он нужен, как бы, это некий официальный документ, который можно, иногда и нужно, прикладывать в какие-то органы, там, для согласования. Если брать квартиры, дома и так далее, не обязательно делать полноценный проект. Можно сделать технический рисунок, потому что ключевой момент вентиляции – это трассировка воздуховодов. То есть, как правильно развести, с какими диаметрами, где поставить, там, всякие балансирующие заглушки. То есть, можно сделать технический рисунок, по нему собрать систему, все это будет работать. Вот, а проект – это больше официальный документ. Вот этот технический рисунок кто должен делать? Ну, очень часто мы это делаем, нашим партнерам помогаем. Какой-то специально обученный человек? Ну, есть проектировщики, конечно. Есть проектировщики, которые знают специфику, знают, как это работает. Потому что, понимаешь, можно воздух в воздуховоде разогнать и получить, например, шумы от вентиляции. А можно посчитать так, чтобы у тебя воздух был там не более трех метров в секунду в канале. И это комфортно для потребителя. Но везде есть всякие нюансы. То есть, каждый проект, он практически всегда какой-то встречается нюанс, где нужно применить свои знания, чтобы обойти какие-то тонкие моменты. Там, заужение, либо где-то там два воздуховода пустить, либо там с пола подать с крыши, ну и так далее. Я понял. То есть, с первого раза так, как бы, лучше с кем-то посоветоваться. Да, но здесь нет ничего сложного. Это все, там, достаточно все однотипно. Я понял. Пару раз делать, и все понятно. Есть ли какое-то значение среднее, там, по стоимости, я не знаю, квадратного метра или что-то еще? Сколько он вообще примерно стоит? Миллион, полтора, два, пять? Нет. Ну нет, но если, давай так, если взять дом, ну и мы будем говорить про рекуперацию, дом до 200 квадратов. Дом 200 квадратов. А жилая там, ну там 350 установку можно взять, но в районе, наверное, 400-500 тысяч. Это все под ключ. Это и саморекуператор, воздуховоды, и работы, и эскиз, по которому ты будешь монтировать. Еще вот вопрос по поводу эскиза. То есть, грубо говоря, если я захочу купить рекуператор турков, то вы помогаете клиентам? Ну, не клиентам, в данном случае мы тебе помогаем, а ты уже взаимодействуешь с клиентом. В принципе, мы можем и клиенту это сделать, и он сам монтирует. Сколько времени занимает эта процедура? Да, ну, день-два. А, быстро? Да, это быстро. Но я на самом деле не рекомендую клиентам делать вентиляцию, мы много раз уже с этим сталкивались. То есть, редкий клиент готов уделить этому внимание, ну, столько нужно, да, чтобы сделать качественно. Потому что лучше, чтобы все-таки эту работу делали люди, которые знают, умеют, ну, более-менее технически грамотные. Потому что часто бывает, что клиент что-то там намудрит, особенно самостоятельно, ну, а потом приходится ехать и решать там все эти проблемы. Но он намудрит почему это? Потому что он не сделал эскиз и потом покупал какой-то билиберды и начал это устанавливать сам по себе? Потому что напокупал, потому что, ну, там элементарные вещи, например, вот есть решетка, есть шипер, ну, заслонка, да, которая балансирует систему. Ты когда собрал систему, тебе нужно сбалансировать, чтобы там 60 кубов сюда пошло, 100 кубов туда пошло и так далее. А воздух, он так же, как и вода, идет по пути на меньшего сопротивления. Если ты не отбалансируешь систему, у тебя весь воздух там, не знаю, в гостиную начнет уходить и не будет доходить до дальних точек. Вот. И, например, вот эти шиперы, заслонки, их нельзя ставить рядом с решетками. То есть их нужно максимально уносить там к основному воздуховоду. Шипер и заслонки, это что такое? Это одно и то же примерно. Это я называю, чтобы все поняли. Это одна и та же конструкция. Просто в момент дорасселирования, да, в момент перекрытия воздуховода, чтобы, да, там ограничить способность пропускную, в этом месте образуются шумы, например. Вот. И его нужно подальше от комнаты. Ну, короче, есть куча таких нюансов, да, они вроде незначительные, но которые потом создают проблему для потребителей. Либо у тебя воздух не туда пошел, либо звук какой-то. Либо у тебя звук идет из решетки, потому что у тебя дорасселирование идет где-то вот здесь вот. Ну, это так, один из примеров. Поэтому всегда лучше обращаться к профессионалам. То есть, грубо говоря, дом на 200 квадратных метров, это получается в районе там... Ну, пускай 500 тысяч будет. 500 тысяч рублей. Это, если взять, там же, я смотрю, разные бывают рекуперации, с какими-то датчиками, без датчиков, это вот по... Ну, если там один из пяти, это по классу, это... Нет, вот смотри, я так скажу, централизованные системы вентиляции с рекуперацией, это самый топ с точки зрения вентиляции в доме. Но она же тоже разная бывает. Нет, ну а что значит разная? Ты можешь ее оснастить, например, переменным расходом, ты можешь ее оснастить СО2 всякими датчиками, можно там увлажнением оснастить, охлаждением и так далее, и так далее. Все это можно сделать. Но это вот тот, скажем так, стандарт, который точно перекроет все твои потребности. А вот все остальное, это уже, ну... Допы. Ну, допы, хочу, да, хочу, чтобы влажность поддерживать, хочу, чтобы там видеть концентрацию, или там хочу, чтобы система работала там, где у меня люди, вот, да, вот, там, чтобы не на весь дом работала, да, а только вот мы там в спальне спим, чтобы только на спальне. Но, на самом деле, мы это не рекомендуем делать по двум причинам. Первая причина в том, что вот эти все примочки, они дают существенное удорожание оборудованию, но при этом ты начинаешь экономить вот эти 20% тепловой мощности, которые, ну, которые ты догреваешь. То есть вот эти 20% и увеличение стоимости оборудования, они не сопоставимы по деньгам. То есть ты можешь не потратить на вот этот переменный расход, а просто этими деньгами у тебя перекроется на 10 лет вперед вот эти 20% переплаты на тепло. Но у тебя весь дом будет вентилироваться. Я понял. Да. Ну, то есть, грубо говоря, 200 квадратных метров, это примерно 500 тысяч рублей. 200 – это жилой площадь или это вообще… Нет, 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 это общее, жилое, соответственно, мы здесь берем там 150 метров. А если, например, у меня дом 200, где-то по жилой площади, где-то квадратов 220. Жилая 220, но это 550 кубов нужно минимум. Сколько бы у меня дошло? Ну, 600-700. В принципе, как примерная адаптивность, которая… Да, но только здесь ты получишь более высокую эффективность и более высокую кубатуру. Еще у меня вот вопрос по поводу преднагрева. То есть, грубо говоря, в рекуператор же холодный воздух попадает. Вот у вас в рекуператоре там каким образом преднагрев осуществляется? Там нет преднагрева, там только догрев. Догрев. То есть, холодный воздух туда попал, а ты не заморачиваешься? Тебе не надо какие-то шланги туда везти? Я просто, когда у вас тут по всему дому учился, там, это геотермальный какой-то там источник. Мы делали тоже такие проекты. Если у тебя там газ, то это отдельный вид какая-то идет, у тебя туда, то она догревает. То есть, короче, сейчас рекуперация дошла до такого уровня, что ты просто трубу вывел в рекуператоре, и все. Да. Фактически, это, знаешь, это как пылесос, не знаю, как холодильник. Ты его в розетку включил, наверное, ну, ты его в розетку включил, да, и он тебе работает. А этот холодный воздух, он как в рекуператоре греет? Его греют какие-то тены или что? Нет. У нас трехкаскадный рекуператор. То есть, у тебя заходит холодный воздух, и дальше этот холодный воздух идет по вот этим каскадам рекуператоров. А вытяжной воздух, соответственно, с другой стороны пластины передает свое тепло вот этому приточному. То есть, они разделены там тонкой пластиной. И вот происходит вот это вот тепловлагообмен в рекуператоре. Сколько он потребляет? Рекуператор? Да. Нисколько. Ну, там, грубо говоря, получается, что в рекуператоре есть вентиляторы, да, которые гонят. Они-то все равно что-то потребляют? Да, нет, сами вентиляторы потребляют. На самом деле, я предлагаю для того, чтобы, не знаю, там... Было более понятно? И закрыт там все вопросы. Мы перейдем в соседний офис, там у нас стоит установка и все посмотрим. Я имел в виду, что... Сейчас мы вот подошли к рекуператору, к стенду. Я имел в виду, что вот вентиляторы же работают, они же какую-то мощность потребляют. Кроме этих вентиляторов что-то еще потребляет? Да, вот здесь стоит нагреватель керамический. Потребляет он в случае, если после рекуператора... Ну, вот мы... У нас в данном случае сейчас стоит 25 градусов температура, да, и то, что мы хотим, чтобы подавалось в дом. С какой-то трубы вот уже это, да? Да, это вот как раз подача воздуха. И если после прохождения рекуператора воздух здесь, например, 20 градусов, то включается догреватель и он на 5 градусов поднимается. Это называется... Догреватель. Догреватель. Да, а преднагрев, вот есть еще такая штука, как преднагрев, это как раз ставится вот здесь. То есть вот это воздух, который забирается с улицы. Но для чего он делается? То есть это делается на как раз европейских установках, которые не рассчитаны под нашу климатическую зону. То есть эта установка спокойно может работать в температуре при минус... Температуре минус 35 без обмерзания. Вот, а европейцы такого уже не могут. Поэтому для того, чтобы рекуператор не оберзал, ставится преднагрев, который минус 35 догревается до минус 15. И эти минус 15 уже идут через рекуператор и дальше догреваются. Ну, в российской реальности это как? Допустим, на улице минус 20. Вот сюда зашло минус 20. Да. Сколько будет после рекуператора? Сколько вот сюда будет приходить? Вот сюда будет приходить... Без вот этой штуки? Да-да-да, я понял. Сюда будет приходить где-то плюс... Плюс 18, плюс 15, плюс 18 градусов. Это без всяких преднагревов? Без всяких, да-да-да. Дальше, когда мы включаем, допустим, ну, плюс 18, все достаточно холодный воздух. Да. Включаем вот эту штуку. Да. Как называется еще раз? Догреватель. Догреватель. Сколько он потребляет? А вот здесь стоит полтора киловатта. Полтора киловатта. Ну, только это именно когда совсем холодно. Это когда совсем холодно, да. То есть, например, от минус 10 и ниже, да? Ну, полтора киловатта. Очень часто люди используют вентиляцию, вообще не включают нагреватель, потому что, ну, у нас в квартирах бывает такая ситуация, что перегревается наоборот система отопления. Даже наоборот это... Да, это является как бы... Да-да-да-да. Но иногда и в домах так делается. А вентиляторы, которые воздух гоняют, они сколько потребляют? Ну, там, этот вентилятор потребляет 100-150 ватт. То есть, вот они 2 потребляют 300 ватт. 300 ватт, но и максимум, короче, это киловатт 800, если включать вот эту штуку. А если ее не включать... Ну, 300 ватт. 300 ватт, да. Ну, это, в принципе... Считаю, можно сказать, что ничего не потребляют. Ну, здесь это вот тоже нужно... Это вот на сколько кубов? Это 350 кубов, кстати, как раз. Это вот 200 квадратов. А вот это что за провода? А это датчик температуры. Как раз по этому датчику идет... Он смотрит температуру в канале и за счет этого... Я тоже сам. Управляет. Это же завтра? Нет, нет, нет. Это у нас... Это у нас вообще пульт управления. Вот. Ну, это, по-моему... А, нет, это новая модель. Она закрыта. Здесь там стоит датчик влажности и температура. То есть как раз по этому датчику идет контроль вытяжного воздуха и, соответственно, просушки вот этого, чтобы рекуператор не замерз. Вот. Там стоит приточный. То есть мы видим всегда температуру уличного воздуха. Ну, а сбок там автоматика. То есть система поставляется вот так вот собранная, настроенная, со всеми датчиками. Все уже это смонтировано. Она остается подключить только кружу, дроссель. Ну, дроссель это уже там ручками, да, все. И вот эта штука, она тоже сразу подключена будет. Это, да, ты выключил. Вот. Да, эта штука, она уже подключена и в ней уже есть Wi-Fi. То есть можно сразу подключить телефон и управлять там из дома, либо откуда-то, да. Комменный дом, да, конечно? Да, можно по Монбасу к умному дому подключить. И вот эта штука, если мы говорим про дом 200 квадратных метров, ее достаточно. Ну, примерно это будет 400-500 тысяч рублей, да. Ну, это с монтажом совсем. И я понял, и вы помогаете, да, как это, на первоначальном этапе? Нам, знаешь как, нам проще помочь и обучить, чем потом ездить на рекламацию. Я понял. Дешевле вы, да? Ну, и дешевле. И опять же, с точки зрения потребителя, да, я понимаю, что когда потребитель заплатил за какую-то инженерную систему, там, 500 тысяч рублей, и получил за эти 500 тысяч разочарования, но... Согласен. Да, поэтому... Ну что, друзья, вот такой диалог у нас получился. Надеюсь, для вас он был интересным. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях. Спасибо, Олег, большое за то, что провели такую экскурсию, то, что уделили внимание, уделили время. Если будут какие-то вопросы, я тоже буду звонить. Все, спасибо. Давай. Приглашай на производство. Если будет интересно, да, приезжайте, посмотрите, как это все производится. Давайте, давайте, поедем. Все, всем пока. Давайте.